Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Сижу у компьютера, делаю макияж, собираюсь в магазин. В пирамиду, в евроопт. Хочется чего-нибудь вкусненького. Вкусненького, творожненького. Губы сегодня у меня решила перейти на коричневые тона. И у меня сегодня помадка 43030. Вот это вот такая вот красивенькая, с зеркальцем. С зеркальцем и с защелочкой. Все лето я красилась, красилась некрасиво, говорю, наносила помаду розовые. А тут вот опять вот решила коричневые, не знаю. Вроде вот смотрела, так смотрю на себя в зеркало, вроде ничего, посмотрела. Одела очки, посмотрела в камеру и смотрю прямо какое-то отечное какое-то лицо. Вроде я и вечером и чай не пила, и кофе не пила. Переспала, что ли. Шмяк. Слышу, проснулась ночью, слышу шмяк. Мяу. Думаю, я его вчера не пускала, звала-звала вечером, а он не появился. Ну, думаю, ладно, на улице не холодно, как хочет. Не хочет и не надо. А тут думаю, ну что это у меня, глюки какие. Посмотрела в окно, думаю, может он у меня под окном сидит. Нет. Пошла, открыла дверь на улицу. Мяу-мяу-мяу. Кс-кс-кс. Тишина в ответ. Возвращаюсь, а муж говорит, он со мной, говорит, спит. Я говорю, вот наглец. Я понимаю, что я за него переживаю, а он, оказывается, вечером пришел, улегся на диван и спит себе. Водичка летненькая. Так я ее брала с собой в отпуск, так я и не пользовалась. Когда кратка 38 градусов, там эти ароматы совершенно не нужны. Что-то я охрипла. Что-то я охрипла. Резинка у меня, девочки, лопнула. Хоть у меня этих разных вот этих вот резиночек на волосы море, но вот это вот самая старенькая бархатная резиночка. Самое удобное, если завязывать эту гульку, потому что если тоненькие резиночки завязал, то и гулька такая получается хиленькая. А вот эту намотал три раза и полосу уложил, и все. Надо срочно переделывать. Менять резинку. Резинку и возвращать ее в должное состояние. Чтобы она была опять, 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 опять. Что у меня тут на волосах, даже не помню, честно говоря, потому что вчера завязала, так я и заснула, да. Все резинки на Алиэкспресс покупаю. И хочется красивые-красивые, но потом вот эти вот резиночки, которые с бусинками у меня есть. Я заказала аж тогда розовую, бордовую. И, ну, невозможно их носить, потому что... Что у меня тут это самое? О, видите, что у меня тут делается? Целое это самое. Вот эти вот такие вот красивые резиночки. Так они мне нравятся. Но вот хвост завяжешь, а потом начинаешь снимать, и все волосы выдираются. Вот за эти бусинки они почему-то цепляются. И выдираю, снимаю, выдираю, выдираю себе волосы. Так что вот такие вот, такую вот красоту никому не советую. Выдирают волосы очень. Самое лучшее, вот такие вот обычные заказывать. Без всяких таких вот украшений. Такие вот, тогда они мягенькие. И это самое. Ну, можно и вот такие вот. Вот такие тоже хорошо. А вот эту вот красоту... Ну, вот еще вот здесь вот у меня вот такая вот резинка тут висит. Но она вот... Вот эта вот штучка не мешает. Ой, девочки, а вот такое вот заказала на волосы. Ободок такой. Не могу. Раз одела, посмотрела на себя, волосы приплющила. Такая... И вообще я не очень люблю на голове ничего носить такое. Вот оно мне мешает. Даже вот эту вот вещь, которую я специально для масок заказала, надеваю. Надеваю очень редко. На челку накручу бигудину. Волосы в хост завязала. И все. И наношу маску. Так, что же мы сегодня будем завязывать? Обычную розовенькую завяжу. Да и все дела. Так что вот так вот собираюсь в магазинчик. Так... Хотела здесь какой-то рядышком сходить, но я вчера там была. Как-то ничего. Прямо очень маленький выбор всего этих, всяких этих таких вкусняшек творожных. Поэтому решила, что надо ехать. Ехать в этот самый Евроопт. А сумка моя, которая у меня на колесах, вот что я новую купила с Алиэкспресс. Колесо одно выворачивается. Едет, едет, едет. Потом раз и свернется. Вот. Муж приехал, дала ему задание. Я говорю, надо твоя помощь. Надо что-то сделать. Он вчера целый день смотрел, высматривал. Говорит, даже не представляю, что здесь придумать. Вот. Не знаю, я пошла уже спать. Придумал он там что-нибудь или не придумал. Ну, во всяком случае, знаете, как ходишь по этому, не по рынку, я имею в виду, по магазину по Евроопту. Везешь эту тачку на колесиках. И вот это понравилось положил, вот это понравилось положил. По одной штучке-то ложить легко. Потом, когда заплатишь, через кассу пройдешь, начинаешь себе сгребать это все в свой пакет. И понимаешь. Да. Ты, Галя, свои силы не измерила. Прежде чем надо было сначала собирать все прямо в пакет. Поднимать, стоит это все покупать. Или что-то отложить. Вот. Так я в прошлый раз ездила тоже. Думаю, вот рис. Рис куплю этот самый шлифованный. Не шлифованный этот. Расплющенный такой. Потому что быстро кашка варится. И это самое, думаю, ай, возьму две пачки, чтобы часто не ходить. Потом этот самый пшено тоже такое же расплющено. Мне понравилось варить каши с таких, этих самых круп. Там еще есть гречка такая. Ну вот гречка, наверное, она будет такая вот, как-то сказать. Кисель такой, кисель. Да и вообще я гречку как-то не очень люблю. Ну и... А потом один творожок, другой творожок, сырок. И так. Когда уже оплатила, вышла. Мамочки родненькие, не поднять. Пакетик не поднять. Вышла. Даже не стала подниматься наверх туда, к автобусам. Вышла напрямую. И думаю, надо вызывать такси. Иначе нам удачи не видать. Вот. Поэтому вот сегодня думала, может быть, он мне отремонтирует мои колесики. Вот видите, девочки, купила. 9 долларов отдала за эту самую, за эти колесики. Сумочку с колесиками. Очень удобно туда. Когда туда идешь, ее просто свернул пакетиком. Или сделал ее маленькой. Положил свою маленькую сумку туда внутрь. Туда идешь нормально. Колеса там загибаются. Вот. А обратно уже все разложил и вези ее. Ну, вот так вот у меня неудачно что-то с одним колесом получилось. Я как бы-то даже и расстроена. Так я надеялась, что у меня... Потому что та сумка, которая у меня от Эйвен, да, она прочная. Она надежная. Но она сама по себе тоже очень-очень тяжелая. Поэтому с ней идешь, даже вот нагрузишь в нее что-то, поднять в автобус, прям, ну, путь весом. Вот. Ну, что это я... Что это я разговорилась? Надо же идти. Надо идти переодеться. На улице сыро, на улице влажно, дождик шел. Все, осень началась. Началась осень. Зонты не люблю. Ужасно не люблю зонты. Потому что тут сумка, там пакет, еще этот зонтик тогда с собой нести. Вот. Ну, сейчас дождя нету, поэтому как-то... Как-то это более радостно. Вот, девочки, уже вот выложила для вас видео. Посмотрела, уже несколько есть этих самых... Ой, ой, что это пропало видимость. Ну, как всегда, утрешком просматриваю, кто что новенькое выложил. Заглянула на канал Судаковой. Ужас. Ужас, ужас, суматоха. Так, глянула буквально три минутки. И посмотрела, к ней там приехал парень, стилист. Я никак... В тот момент, когда я смотрела, я не знала, кто это такой. Но смотрю, вот какое-то лицо такое у него. Ну, можно сказать, знакомое. И... Ну, не буду говорить, какое. И решила, думаю, посмотрю, что это за человек. Нашла его на YouTube. Стилист, оказывается. С артистами работает. Ну, симпатичный парень. Показывала там свой дом. Ну, несколько видео так кусочками я просмотрела. Но когда услышала, что он матом тоже ругается, все, уже сразу же мне отбило. Все желание его смотреть. Сначала вот несколько видео. Так, понемножку. Я не то, что я села сначала и до конца все посмотрела. Так, немножечко. Вот. Не знаю, зачем ему эта дружба с Судаковой. Что может... Что у них может быть общего? Что? Ужасные видео. Такие сплошные попойки и мат. Попойки и мат. Вот. Так что... Только думала, ну, может быть, какой-то новый человечек в моих подписках. Может быть, интересно будет. А оказалось, что нет. Так. Так, разговаривать можно много. И так ни о чем. Но надо собираться и идти. Потому что уже 10 часов. А потом уже, когда, если попозже, на меня нападает лень. И мне уже никуда совершенно не хочется идти. Тем более, я сегодня там разморозила мяско. У меня есть овощи. Я хочу это что-то такое, какую-то... Какую-то такую вот... Еду такую вкусную какую-то сделать себе на обед. Поэтому надо сходить, а потом заниматься уже дома. Ну, вот я и дома. Пришла, поставила кофе варить. Достала чашку. Сейчас я вам покажу, что же я купила. Что же я купила. Не все, что я хотела. Но как-то вот... Ну... Кое-что выбрала. Взяла вот таких вот два творожка. Пятипроцентных мягкий творог. Что-то я перестала любить. Творог обычный в пакетах. Вот хочется вот именно вот такого. Открыл баночку вкусненькую, съел. И доволен. Увидела вот такой батон. Но что-то я его немножко поломала. Он такой мягенький-мягенький, тепленький. Я думаю, что можно будет сделать бутербродики с ним. Вот. Взяла рис свой такой вот расплющенный. Но сегодня дорогой. Потому что он не густо. Густо обычно дешевый этот рис. А этот какой-то фермер. Но тоже 400 грамм. Рубль 99, что ли. Но уехать без этого риса я просто не могла. Иначе пришлось бы в следующий раз опять ехать за ним. И взяла пшено. Пшено тоже вот такие вот хлопья. Так вот пшено дешевое. Рубль 9. Два сырочка. Потому что что-то на творог меня потянуло. Один просто ванильный, а другой с кокосом. Я вот такие вот сырочки уже брала. Они очень вкусненькие. Так. Творожок по 60 копеек. Сырочки по 49 копеек. А то забыла вам рассказать. Взяла вот такой. Что-то интересное. Тут какая-то надувашка. Йогурт греческий. Полтора процента. 80. 89 копеек. И здесь у нас... Сколько тут грамм? Без очков не вижу. Так. Очки не мои. Но здесь посмотрела и не это самое. Пол-литра. Пол-литра здесь йогурта. Я как-то давно-давно на него попадала. Тоже брала. Ну, нормальный вкусный йогурт. Взяла сыр. Сыр пармезан. Никогда такой не брала. Я обычно пашихонский, сливочный. Или... Так. Кофе, по-моему, начинает закипать. Сливочный. Голландский могу взять. Но этот вот самый дешевый был. 2,55. И зубную пасту. Вот такую. Вот это у меня зубная паста закончилась. А я все никак... А тут она у меня попалась на пути. Я ее увидела. Большой тюбик. 100. Вот двойная мята. Это то, что я очень люблю. Я очень люблю зубную пасту. Чтобы было мятно-мятно. Чтобы прямо, ах, холодок был. Вот и все, девочки. Потратила я на все это. А это не та бумажка. Ту бумажку я куда-то в другое место, наверное, в сумку положила. 11 рублей 20 копеек. Вот так вот я сходила сегодня в Евроопт. Ну, а теперь буду смотреть свой кофе. Пить кофе. Но это уже будет без вас. Пить кофе.